итак привет за всех на курсе гейм-дизайнера это будет короткий урок здесь фишка такой я закончил конструировать город проектировать и у меня получился примерно вот такая вот картина замечательная принципе все устраивает ну да надо по мелочи доделать освещение то есть у нас есть такая карта вокруг я сделаю горы потом еще может покажу это видео и в принципе вот такое вот такой райончик я сделал городок столицу здесь нужно соответственно мосты сделать и потом все распределить по мелочи что осталось мне надо мосты добавить соединить из четырех сторон соединю сделаю набережную получше побольше и покрасивее хотя в принципе она и так нормально этих слонов статвы надо убрать и в целом все давайте из такого городишка мы здесь им бегает смотреть по моему прекрасного база и начала здесь вокруг от горы и соответственно будет выход который ведет снаружи здесь сейчас еще нужно цветы посадить заново цветами какая проблема короче их я просто удалю и буду заново сажать довольно просто делается как делается например я выбираю здесь растительность но это делается не сейчас это нужно делаться когда когда я закончу проектировать город потому что вот эта штука не переносится я у сожалению вылетел то есть я вам показал так вот кисть берется и сажаются растений то есть вы добавляете туда растения в это окошко и выбирайте киеве растения допустим 5-6 видов моим случае до 3 жмете кисть и сажаете и он в области кисти рандомно сажает эти виды растений и выведет прикольно мне нравится какая у нас задача у нас задача сейчас но это растение потом просто показал сделать у нас задача вот организовать структуру в городе нам нужна торговая площадь там нужно нужд спальный район прав твой квартал квартал гильдии главная площадь с ходом данжем таверна и мы должны придумать как это все сделать что у нас сохранилось то есть как и как это делать все еще раз покажу я выбираю растительность выбираю растений которые мне нужно вот сюда можно добавить но повторюсь тут проблема с перетаскиванием этих растений поэтому я сейчас их не буду делать сейчас нужно распланировать город и допиливать я сделал некий квадрат центральной площади и и две площади фабака сейчас вам покажу все и мне надо сейчас придумать где примерно что будет находиться потому что если я не придумаю возможно что-то нужно перекусить и это здание нужно будет наоборот использовать поэтому растение в последнюю часть когда уже все здание будет вместе примерно я буду понимать для чего находится можно будет уже заняться растением в перспективе с освещением итак осмотрим значит у нас что будет у нас будет здесь стоять каба в центре в центре будет стоять каба по краям скорее всего здесь будут подземелья вход в подземелье возможно будет здесь где-то по краям центральной площади у нас будет вход подземелья подпошь квартал июзов подземелья здесь в принципе может очищу может не очищу может так и оставлю а какие-то предметы уберем то есть у нас есть давайте мы откроем вот эту картинку главная площадь с подземельем вот она у нас есть отдельную площадь я выделяю подспальный район здесь у нас будут какие-то домики скорее всего они будут расширяться видите растениях надо убирать здесь будет типа спальный район возможно я сделаю спальный район вот так вот и толь здесь поставлю домики и здесь мы будем жить скорее всего так и сделаю то есть видите я уже на ходу придумать и спальный район потому что мало-мало домиков для для людей будет а так я вот здесь вот сделают и три улице просто вот этого эту локацию я скопирую и соответственно здесь продолжу в один ряд и у меня здесь будет две улицы две дорожки и дома будут идти в ряд где будут собственно находиться и игроки затем так спальный район есть торговая площадь отдельно торговую площадь сделаю а вот у нас допустим будет здесь торговую площадь и так квартал гильдии квартал гильдии то есть здесь будут у нас палаточки стоять здесь будут торговшие если что будем расширяться туда вперед нам нужен квартал гильдии квартал гильдии соответственно мы будем использовать какое-нибудь такое здание в принципе оно большое мы внутри все приберем почистим внутри довольно много места освещение но надо надо детально разобраться то есть вот целое помещение здесь в принципе можно отдать под какую-то например одну гильдию то есть например мы можем выделить что здесь у нас кузнечка здесь у нас кулинария здесь у нас к примеру алхимия в принципе эти знания это одинаковые они по размеру целом одинаковые они не такие уж и большие ну можно можно переделать внутри сделать и помещение чисто под гильдии нужно будет что-то придумать и где-то смесить значки в принципе да так и сделаем то есть потому что профессия скорее всего тяжело когда будет тяжело качаться и мы сделаем чисто одно здание где у нас что-то есть что-то можно сделать следующее нам нужен таверна и вот я думаю здесь если у нас будет подземелье подземелье образно где-то чертли будут тусоваться нам нужно один вот я уже забыл где чего распределил надо что-то ставить как-то распределять один вот торговая торговая площадь а вторую мы можем зарезервировать под вот этот вот этот как вам сказать резервация под таверну но надо мотивировать людей хотеть в таверну ага значит у нас будет часть гильдии например кузнечка алхимака кулинария ювелирка протяжное допустим дело и так же у нас будет гильдия например гильдия наемников какая-нибудь торговая гильдия какой-нибудь у нас отдельный зал под гильдии полгу то есть это у нас под административное здание в принципе в принципе хватает чтобы это правильно сделать нам нужен плагин to do list и прям мы будем делать разметку что и где находится тогда у нас что-то из этого получится сейчас сюда плагин я не хочу ставить у меня мой проект там заканчивается с работой и соответственно будем уже в проекте это делать то есть понимаете как это примерно должно выглядеть то есть если мы можно конечно сделать скриншот и на скриншоте писать ну неудобно можно прямо в игре ну хорошая хорошая база для начала для начала хороших базов здесь спальные райончики спальные ралетчики ну будем всем делом этим заниматься площади составим возможно сделаем спальный райончик возможно вот это снесем там она не особо нужна и здесь соответственно будет порядок плотники полета если надо будет мы будем разрастать здесь будут домики городовые домики для для игроков и в принципе они будут вот так место мы для этого оставим под подростков вот то есть я примерно озвучил свои мысли мы имеем отличнейшую базу мне надо немножко привести в порядок тут где-то посмотрите проблемные эти зоны со стыками нужно их соединить в двух местах здесь и вот в той стороне все это я соединю пишу видите здесь у нас скопировалась что не очень надо чистить все это дело в общем я сейчас будут убирать лишние текстуры и приводить скажем так все в порядок здесь у нас вот там все отлично здесь вот очень плохо потому что все все двойные текстуры это не все какие-то вещи есть какие-то нет надо сейчас разбираться в этом в чем проблема и соответственно достроить и не будет снизу или сверху спальный район да правильно сделали единственно непонятно еще мне как распределить торговую площадь я не знаю сколько у меня будет как замене какие уровни и важно чтобы игрокам было удобно туда-сюда бегать и не приходилось сильно мучиться поэтому возможно возможно здесь будет кабы здесь мы почистим еще больше по кругу чтобы здесь не сходили делали того возможно здесь будет вот подземелья или на отдельных островах например здесь а здесь какая-то некая зонода нет зонода неудобно игрокам нужно будет чтобы они стояли там в случае чего увидели кто стоит в этом подземелье допустим у нас что будут какие будут подземелья у вопрос надо придумать будет ли допустим если это четыре вида подземелья то здесь будет или будет один подземелья и вот надо продумать что я хочу если допустим сделать 1 50 подземелья сюда с 11 по 20 здесь и так далее например 50 уровня подземелья но я так не хочу я хочу чтобы у меня каждый раз эти подземелья заново заходили и по сути здесь будет вход в одну подземелья по факту в одну подземелья где с первого уровня по 30 он будет прохватить но я хочу какую-то градацию вот я не могу придумать мне надо посидеть подумать что за подземелье будет будет ли градация если будет градация то классно их разделить на 4 достаточно это будет 4 в принципе я могу здесь сделать стройки для дополнительных подземелья пока что это подземелье одно но соответственно мы можем сделать только один вход в данжон к примеру допустим здесь посередине по центру это подземелья игроки будут находиться в центральной площади но нам удобный нужен удобный доступ к таверне к своему домику складу потому что чувак умрет и он останется без ресурсов ему надо бежать до ресурса соответственно тоже надо продумать чтобы он каждый раз не бегал здесь умер возродился и бежит до спального района до своего дома берется спада вещи поэтому лучше всего сделать мы сделаем таверну сделаем спальный район склад я предлагаю здесь какую-то небольшую площадь уже построить она должна быть между спальным районом некие неписи будут которые снабжать приключенцев снабжать чем то есть образно у нас есть площадь какая-то даже допустим не можем взять эту здесь у нас подземелья и вокруг неписисть чувак умер он воскрешается например воскрешается возле капа и соответственно здесь стоят неписи один дает доступ к складу второй торговые вещи чтобы игрок не бегал туда-всюда просто так это надо все продумать что и как где будет но это мы будем делать уже с помощью стикеров вот вот короче вот такие мысли по поводу столицы игры здесь же если мы будем торговать прям что-то ушки и смотки продавать а там у нас должно быть все быстро под рукой дешевое быстро чтобы пойти снова в дальше то есть такие вот идеи мне надо поесть подумать и можно поступить в действие такое получилось видео у вас должен быть свой план зависимости от геймплея то есть какая у вас будет такая это то есть базовая локация это тот же стартовый хаб где будут игроки находиться то есть основном мы определили какие-то вот мелочи больше уточнения мы будем дорабатывать может я буду прям добавлять итанки какие-то типа торговых и палаток чтобы это было ясно что ну все в принципе следующее видео я уже перенесу основной свой проект я надеюсь допилю какие-то вот у меня моменты видите там текстуры сходятся и нужно привести в порядок убрать лишние текстуры чтобы фпс был в норме и приступим к доработке мелочи отличнейшая база получилось мне нравится проекция города да еще добавлю спальные районы земельными участками скорее всего будут спальные районы то есть как здесь допустим 10 домов будет простых то есть будет дешманские районы а возможно сделаю отель то есть скорее всего будет таверна можно в таверне и также сделать отель будет какой-то отель где можно будет одну такую площадь в принципе хорошо бы использовать таверну и таверна у нас будет использоваться для отеля для кого нет домов у кого из дома а будет дешевые дома простые но уже свой домик будет давать отдельный домик средние дорогие и типа мега дорогие соответственно дешевые дома они будут как не в городе допустим кого дом красивее лучше он будет отображаться но в принципе вход будет один то есть вы заходите средние дома также будут работать а лухари дома это один и дома игроков которые там соответственно только их это дом будет они будут самые дорогие то есть примерно такая градация будет как в целом вайоне кто знаком там с домиками здесь условно будет там 10 домов с большой площадью со своей землю и они будут только отображаться остальные дома ты заходишь там вход для тысячи игроков в принципе так такие мысли это типа план еще раз говорю отличнейшая база получилось от нее отталкиваться дальше дорабатывать то так и в с в 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 Продолжение следует...